Какие на сегодняшний день есть теории или концепции относительно развития или патогенеза герминогенных опухолей? Конечно, традиционно мы начинаем с эпидемиологии, рассуждать о каких-то новообразованиях. Если говорить о герминально-клеточных опухолях, то здесь эпидемиология здорово зависит от патогенеза или от механизма развития этих опухолей. И, собственно, что мы сегодня постараемся разобрать. Понятное дело, что это дети, подростки и, как правило, молодые и взрослые. Хотя есть и исключения, есть опухоли, которые характерны для людей среднего и взрослого возраста, то есть для пожилых людей. Есть опухоли, характерные для молодых, которые могут быть диагностированы у людей в пожилом возрасте. И, как правило, это доброкачественные или доброкачественно текущие новообразования, которые просто поздно выявляются, при том, что развиваются, как правило, в постпубертатном периоде. И что нужно помнить о том, что эта группа новообразований является самой частой злокачественной опухолью у молодых мужчин. Поэтому вот эта вот группа лиц, когда они попадают к морфологу или к онкологу на диагностику или на дифференциальную диагностику, конечно, мы должны всегда помнить, что если это молодой мужчина, у него нужно исключать или думать о герминально-клеточной опухоли. Это, в общем, пожалуй, основная идея, которую точно уж следует вынести из нашего сегодняшнего обсуждения. Мы знаем, что герминально-клеточные опухоли, несмотря на то, что они называются опухоли, происходящие из клеток, которые являются предшественниками зародыша, развиваются не только в гонадах, но и во внегонадных локализациях. И связано это с тем, что в процессе эмбриогенеза прогениторные герминальные клетки, вот это PGC, мигрируют вдоль средней линии зародыша и могут обнаруживаться вплоть от интракраниальных локализаций, как правило, по средней линии в средостении, за брюшинно, в крестцово-копчиковой области. То есть помимо гонад мы еще думаем об этих новообразованиях, когда имеется какое-то изолированное объемное поражение по средней линии у лиц молодого возраста, подросткового возраста. Почему эти клетки, собственно, не обнаруживаются часто, обнаруживаются редко, несмотря на такой путь миграции? Это связано, в общем, с тем, что, в принципе, герминогенные опухоли не ассоциированы с наличием какой-то генетической поломки. То есть мы не имеем такой путь патогенеза, который характерен для соматических опухолей, для опухолей взрослых. Нету какой-то перестройки, которая запускает опухолевую трансформацию. Здесь имеет большое значение микроокружение. То микроокружение, в которое попадают предшественники этих опухолей, нормальное оно или в плане пути миграции. И, как правило, конечно, в норме, по мере развития зародыша, микроокружение, в котором экстрагонадно оказываются прогениторные герминальные клетки, приводит к тому, что они элиминируются путем апоптоза. Если есть какие-то факторы, которые модифицируют, в первую очередь, окружение, это могут быть факторы интранатальные или особенности самого плода, то это может приводить к тому, что эти клетки избегают апоптоза, могут подвергаться репрограммированию и выживать, и некоторое время персистировать, и могут быть источником в дальнейшем опухолей вне гонадных локализаций. И вообще мы будем сегодня много возвращаться к патентности или потенции тех клеток, которые являются предшественниками герминально-клеточных опухолей. И закономерно степень патентности по мере созревания организма, по мере дифференцировки снижается. И наибольшими возможностями в плане развития и всех возможных направлений дифференцировки обладают клетки на стадии двух гластомеров. В дальнейшем происходит изменение активности пролиферативных генов и дифференцировочных генов. В основном это связано с различным уровнем метилирования промоторных зон тех или иных генов и деметилирования на разных этапах созревания и развития. Это определяет то, что эмбриональные стволовые клетки на преимплантационной стадии, постимплантационной стадии могут отличаться друг от друга, в том числе с точки зрения потенции к дальнейшей дифференцировке и развитию в том или ином направлении. И понятное дело, что в последующем они созревают, формируют фенотип прогениторных герминальных клеток, которые, собственно, мигрируют, как правило, что связано с кит-легант сигнальным путем. И в ганадах, в микроокружении ганат, они созревают до предшественников половых клеток. И, исходя из этой концепции, собственно, о патентности и об изменении патентности в зависимости от различных фаз развития или изменения микроокружения в большей степени на разных фазах развития или каких-то других факторов, доминирующая концепция сегодня выделяет 7 вариантов герминально-клеточных опухолей. С одной стороны, есть нулевой тип, который говорит о том, что это опухоли, которые развиваются из клеток с фенотипом двух бластомеров, которые либо являются бластомерами, либо могут репрограммироваться до этой стадии, из каких-то более поздних фаз. И, как правило, это паразитарные опухоли у сиамских близнецов. И мы очень редко, конечно, в практике с этим сталкиваемся, но, тем не менее, сам факт этот есть. Чаще всего мы сталкиваемся с опухолями первых трёх, может быть, четырёх типов. Первый патогенетический вариант – это опухоли, как правило, развивающиеся в препубертатном типе. Вы видите, это опухоли, которые имеют своим опухолевым предшественником ранние прогениторные клетки. Поэтому это те клетки, которые подвергаются миграции. И опухоли этого патогенетического варианта мы можем встретить в разных локализациях, в том числе вне гонадных. Самая частая герминальная клеточная опухоль взрослых – это опухоль второго типа. Это опухоли яичек. Они развиваются из поздних прогениторных герминальных клеток. И в реализации этих новообразований очень большое значение имеет именно микроокружение и его несостоятельность. Несостоятельность функций микроокружения, в первую очередь, в тестикулах. Что может быть связано в том числе с синдромом дисгенеза гонад и с различными внутриутробными факторами со стороны матери. Отдельно нужно выделить, конечно, опухоль третьего типа. Вот эта опухоль, пожалуй, ближе всего к соматическим новообразованиям. Потому что фактически она развивается у людей старшего возраста по мере накопления мутаций в сперматогониях. И является соматической опухолью, отличается индолентным течением. Поэтому на сегодняшний день она перестала называться сперматоцитарной семеномой, называется сперматоцитарной опухолью. Возможна ее трансформация саркоматоидная с развитием, собственно, агрессивного варианта течения, что характерно для сарком, то есть для опухолей неэпителиальной природы. И опухоли четвертого типа, которые развиваются в яичниках. То есть это сайт-специфичная опухоль, которая развивается из первичного ацита. И вы видите, механизм развития опухоли яичника здорово отличается от механизма развития опухоли яичек. Мы, в общем, обсудим этот вопрос несколько подробнее. И кроме того, в группу герминально-клеточных опухолей относятся такие новообразования, как пузырный занос, которые в действующей классификации рассматриваются как трофобластические опухоли. И нужно, конечно, обратить внимание на то, что соматические клетки способны, в принципе, к репрограммированию до стадии прогениторной стволовой клетки и развивать такие соматические опухоли с герминально-клеточным фенотипом. Но это, конечно, большая редкость. Что касается эпидемиологии, то мы не будем говорить о тех редких новообразованиях, которые относятся к нулевому типу. Опухоли первого типа, препубертатные, как правило, чаще выявляются у девочек, чем у мальчиков. Это дети младше 6 лет. И в силу того, что это опухоль, которая развивается из мигрирующих прогениторных стволовых клеток, то локализации могут быть совершенно разные. Здесь нужно говорить о том, что патогенез опухоли отражается в том числе и на её морфологии, как, собственно, для всех других новообразований. И для опухоли, которая развивается по первому патогенетическому пути, характерен фенотип тератомы, в том числе незрелой тератомы, и опухоли желточного мешка. Какие-то другие эмбриональные опухоли для этих вариантов не характерны, описаны в качестве очень редких случаев. Что касается самой частой опухоли второго типа, это, собственно, яички. Это закономерно чаще мальчики, чем девочки. И в силу того, что эти клетки также могут иметь такой фенотип в экстрагонадных сайтах, мы можем столкнуться с ними и в средостении, с теми опухолями, которые развиваются именно таким механизмом. Мы обсудим немножечко, как микроокружение, собственно, средостение влияет на их развитие. И здесь мы имеем весь спектр морфологической презентации, характерный для герминогенных опухолей. Опухоли третьего типа, или сперматоцитарные опухоли, это пожилые мужчины, как правило, старше 40 лет. И, соответственно, это только сайт-специфичная опухоль, которая характерна для яичек. Они развиваются из дифференцированных сперматогоний по мере накопления соматических мутаций в них. Опухоли четвертого типа, в противоположность, это сайт-специфичные опухоли яичника. Они имеют также отличный фенотип, это дифференцированные зрелые тератомы, как правило, дермоидные кисты. И, соответственно, опухоли, которые в дермоидных кистах развиваются, в том числе с соматическими морфологическими чертами. И редко описана опухоль желточного мешка для этих новообразований. Самые частые, еще раз мы вернемся, это опухоли второго типа и опухоли третьего типа. И, соответственно, мы имеем совершенно разную презентацию. И глобально их можно поделить на препубертатные и постпубертатные. Потому что это один из важных дифференциально-диагностических критериев, на которые патолог в том числе должен обращать внимание. И если мы возьмем актуальную классификацию, то фактически это нашло более детальное отражение в ассоциации с герминально-клеточной нооплазией ин-ситу. Это описанный прекурсор герминально-клеточных опухолей яичка. И те, которые не ассоциированы с этим прекурсором, как правило, это опухоли препубертатного типа, которые развиваются по первому патогенетическому варианту из более ранних предшественников и имеют характерный спектр морфологии. Опухоли, которые развиваются по второму патогенетическому варианту, ассоциированы с герминально-клеточной нооплазией ин-ситу, соответственно, развиваются в постпубертатном периоде. Но нужно помнить о том, что препубертатные новообразования часто индолентны либо доброкачественны, и они могут иметь презентацию в постпубертатном периоде, при том, что они развиваются в препубертатном периоде. В ряде случаев это может создавать определенные сложности в плане дифференциальной диагностики, особенно если мы говорим о диагнозе тератомы зрелой. Но если мы обратимся к другим локализациям, то здесь в действующих руководствах ВОЗ нет отражения патогенетического подхода к классификации. Подход все еще морфологический, то есть по большому счету опухоли яичника в том числе группируются в зависимости от их морфологической презентации, а не от механизма развития. Это, конечно, несколько может смущать или осложнять работу, потому что эти опухоли встречаются реже, чем опухоли яичек, и можно было бы, конечно, экстраполировать эти подходы. И патогенетический подход, на мой взгляд, более эффективен, потому что он позволяет, во-первых, учесть клинические данные, предиспозицию, то есть те факторы, которые могли привести к развитию новообразования, и, безусловно, патогенез отражается на том морфологическом спектре, который мы ожидаем увидеть и может быть дополнительным элементом контроля и формализации репорта. На самом деле, потому что, если мы посмотрим на яичник, здесь тоже есть новообразование, которое относится на сегодняшний день к группе герминально-клеточных опухолей, смешанных с опухолями строма полового тяжа, и это гонадобластома, по большому счету, это аналог герминально-клеточной нооплазии ин-ситу для яичка. То есть это отражение того, что это опухоль второго патогенетического варианта, но здесь мы просто имеем морфологическую презентацию незрелости еще и стромального компонента, что, собственно, и выглядит как такая смешанная по составу опухоль. То же самое касается таракальной локализации. Отдельная рубрика – это герминально-клеточное новообразование средостения. Она также представлена морфологическим, а не патогенетическим подходом к классификации, как, собственно, и опухоли центральной нервной системы. Ну, если мы попытаемся все-таки проследить связь между патогенезом, генотипом и фенотипом. Для опухоли первого типа характерен диплоидный фенотип, и в процессе прогрессии опухоли происходит рандомная потеря одних участков хромосом, увеличение количества копий других участков хромосом, и если это приводит к активации ВНТ-сигнального пути, то реализуется в морфофенотип и иммунофенотип опухоли желточного мешка. То есть это механизм прогрессии опухолей этого патогенетического типа, и он напрямую коррелирует с фенотипом того агрессивного или злокачественного компонента, который мы в этих новообразованиях наблюдаем. Почему именно ВНТ-активация, почему именно опухоль желточного мешка? На сегодняшний день простого однозначного ответа на этот вопрос нет, но феномен есть, и феномен этот работает, в общем, довольно эффективно. Если мы посмотрим на мальчиков, то это препубертатные опухоли, как правило, это зрелые препубертатные тератомы, монодермальные, это либо дермоидная киста, либо эпидермальная киста, в них могут обнаруживаться высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли, и если это смешанная герминальная опухоль препубертатного типа, то это тератома. Если она незрелая, то она представлена незрелой нейроэктодермой, и она может сочетаться с опухолью желточного мешка. Либо это может быть чистая опухоль желточного мешка, на сегодняшний день это, в общем, вероятнее опухоль, которая заместила собой предшественник, который имел менее агрессивное течение. Если мы посмотрим на девочек, то, опять же, с точки зрения эпидемиологии, опухоли первого патогенетического варианта развиваются, как правило, в препубертатном периоде и представлены либо зрелыми тератомами, либо незрелыми тератомами, которые могут сочетаться с опухолью желточного мешка, и эти опухоли могут в таком же виде встречаться в экстрагонадных локациях, как в средостении, в забрюшинном пространстве, так и в крестово-копчиковой области. На сегодняшний день по рекомендациям КАП и ВОЗ незрелая тератома определяется только по наличию незрелой нейроэктодермы, то есть незрелого нейроэктодермального компонента – это единственный признак, который позволяет характеризовать опухоль как незрелую. То есть мы видим примитивные клетки с нейрогенной дифференцировкой, возможно, наличие нейропилия, возможно, формирование примитивных нервных розеток многослойных. Это, в общем-таки, выглядящие гиперхромно-клеточные участки и с возможным формированием вот такой вот имитации нервной трубки. В зависимости от представленности этого компонента, зоны незрелости, опухоли градируются как у детей, так и у взрослых. Это трехступенчатая система градации в зависимости от того, сколько полей зрения занимает эта опухоль в одном отдельно взятом фрагменте. Шагом или попугаем у нас является малое увеличение, то есть это поле зрения на малом увеличении, которое в среднем приравнивается к 4,5 мм в диаметре. И если полей зрения, содержащих незрелую нейректодерму в тератоме, меньше одного, но оно есть, то это тератома грейт-1, если их больше четырех, то это тератома грейт-3. Опухоли второго типа. Во взрослой практике, безусловно, это самая частая опухоль у лиц постпубертатного возраста. Как правило, это молодые взрослые, 30-40 лет, возможно, до 50 лет. Как правило, это опухоль, которая имеет фенотип семеномы. Реже это опухоли, которые развиваются в более позднем возрасте, но это тоже допустимо. Но пик заболеваемости все-таки это 3-4 десятилетия. И для мальчиков это опухоли, которые ассоциированы с герминально-клеточной неоплазией инситу, то есть с прекурсором, который может быть в ткани яичка выявлен, и который необходимо искать, и он является, собственно, индикатором патогенеза или механизма развития этой опухоли. Это важно, потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим, то тератомы постпубертатного типа – это злокачественные опухоли. Они кодируются дробь 3. Это опухоли, которые даже если представлены в яичке в чистом виде, то есть это чистая, зрелая тератома, без каких-то компонентов, которые могли бы определять агрессивный, на первый взгляд, потенциал течения новообразования, это все равно злокачественная опухоль, потому что она порядка в 16% может на момент диагностики уже иметь метастазы в забрюшенных лимфоузлах. Они могут быть клинически оккультными, либо она в перспективе способна давать метастатическое поражение забрюшенных лимфоузлов, как правило, потому что они являются первым уровнем лимфоотока от яичка. И эта опухоль, в общем, требует наблюдения, несмотря на то, что из-за своей зрелости возможности терапевтические системные ограничены. То есть, как правило, речь идет о необходимости локального контроля хирургическими способами, но, тем не менее, это опухоль, которая способна метастазировать, прогрессировать и, в принципе, вызывать опухоль специфическую смертность у пациентов. Ну и мы посмотрим, немножечко все еще усложняется за счет пластичности герминально-клеточных опухолей и их способности трансформироваться. Что касается девочек, то дисгерминома на первом месте, самая частая, это, собственно, один из синонимов семеномы. В зависимости от локализации мы знаем, что семенома – это яичко, и часть вне гонадных локализаций, дисгерминома – это яичник, и герминома – это, как правило, опухоли центральной нервной системы, которые имеют фенотип и морфологию семеномы. И опухоли второго типа, вы видите, также могут встречаться экстрагонадно, чаще это переднее средостение. Если речь идет о забрюшинном пространстве, то большинство опухолей второго типа все-таки для этой локации являются вторичными. То есть это, возможно, оккультные опухоли яичка, либо это самопроизвольный регресс опухоли яичка, что для них описано, и есть отдельная нозологическая единица – это регрессировавшая герминально-клеточная опухоль. Это чаще встречается при семеномах, потому что это опухоли, которые развиваются из клеток, имеющих очень низкий порог повреждения. У них неэффективна система репарации ДНК, поэтому любое повреждение генома приводит к смерти клеток. То есть они очень легко умирают, подвержены смерти за счет различных внешних воздействий, с одной стороны, а с другой стороны, из-за вот этой склонности к умиранию, они могут иммунизировать организм и приводить к тому, что иммунная система может элиминировать первичную опухоль, и, собственно, наличие лимфоидного инфильтрата в семеномах – один из признаков того, что эта опухоль становится видной для иммунной системы. Что касается спектра морфологических проявлений, то вы видите, он, собственно, в разных локациях одинаков. Как это все реализуется? Как я уже сказала, для герминально-клеточных опухолей, в том числе второго типа, нехарактерное наличие молекулярных перестроек в самих опухолевых клетках, и реализация новообразования осуществляется за счет фактически несостоятельности микроокружения. Потому что именно микроокружение, в которое попадает прогениторная герминальная клетка, определяет те механизмы регуляции экспрессии генов, в первую очередь за счет метилирования, которое в них происходит. И в норме, если микроокружение нормально функционирует, происходит снижение уровня экспрессии генов, которые осуществляют ответственны за полипатентность или плюрипатентность, и за пролиферацию, и происходит нарастание экспрессии генов, которые отвечают за дифференцировку в сторону предшественников конкретного типа половых клеток, то есть в сторону сперматогонии, если мы будем говорить о яичке. И здесь большую роль и играет цекит-цекит-легант. Цекит-легант экспрессируется клетками сиртоли, клетками-няньками в яичке. И, кроме того, его способны экспрессировать эпителиальные клетки тимуса, которые фактически являются нишей или микроокружением для прогениторных герминальных клеток, которые в процессе миграции попали в тимус. Считается, что подобные клетки тоже, соответственно, с потенцией к экспрессии кит-леганта, существуют и в центральной нервной системе, но пока еще мы не знаем, кто это. Так вот, если у нас есть какие-то причины, это набор аллелей, характерных для этого пациента, либо какие-то факторы внешней среды, которые приводят к тому, что если мы говорим о яичке, клетки сиртоли почему-то не выполняют адекватно свою функцию, это приводит к персистенции генов полипатентности в прогениторных герминальных клетках, не происходит активации дифференцировочных генов, но до пубертата, из-за изменения уровня гормонов, происходит переход клетки в покоящееся состояние, и в процессе полового созревания под действием половых гормонов происходит активация этих клеток, они начинают пролиферировать, но так как дифференцировка не запущена, они дают недифференцированный сначала интертубулярный пролиферат, который, собственно, является субстратом интертубулярной или герминально-клеточной неоплазии ин-ситу. Как правило, эти клетки имеют фенотип клеток семиномы, но по мере прогрессирования, по мере деления этих клеток, как правило, возникает патология деления, и для них характерна тетроплоидизация, то есть удвоение двойного набора хромосом. В дальнейшем из-за патологии процесса деления опять же мы наблюдаем рандомное увеличение количества копий участков одних хромосом, потери участков или целых каких-то других хромосом. И в итоге, если эти клетки приобретают амплификацию короткого плеча 12-й хромосомы, как правило, это имеет форму изохромосомы 12P, то есть вот эта часть хромосомы, которая состоит из коротких плечей, она удваивается, и они могут соединяться друг с другом, формируя такое вот колечко. И вот увеличение количества копий этого региона позволяет этим клеткам, которые изначально были герминально-клеточной нооплазией ин-ситу, приобрести потенцию к выходу за пределы канальца, то есть к развитию инвазивной опухоли. Если эта опухоль сохраняет сигналинг кит-кит-легант, то она имеет фенотип семеномы за счет, как правило, это возникает за счет гиперрегуляции экспрессии этого сигнального пути. Возможно, амплификация участков хромосом, которые соответствующие белки кодируют, так как мы уже видели, что у нас есть рандомные увеличения количества копий ряда хромосом, и возможно наличие мутации. При этом, как правило, опухоли с фенотипом семеномы, которые развиваются в нише, которая для них свойственна, то есть это яичко и средостение литимус, они имеют либо амплификацию, либо гиперэкспрессию соответствующих белков. Если же это не характерная для этой опухоли локация, как яичник, яичник не характерный для прогениторных герминальных клеток с фенотипом семеномы локация, и именно в яичниковых дисгерминомах гораздо чаще встречается мутация в гене кит, которая, собственно, приводит к его гиперэкспрессии и, соответственно, определяет фенотип семеномы. Что касается несеменомы, несеменома является отражением более ранних этапов развития эмбриона и возникает за счет репрограммирования клеток, которые имели фенотип семеномы или прогениторных герминальных клеток, до эмбриональных стволовых клеток или до клеток эмбриональной карциномы. То есть эмбриональная карцинома, как опухоль, является эквивалентом по профилю экспрессии генов, фактически является эквивалентом эмбриональных стволовых клеток и обладает большей патентностью, чем клетки с фенотипом семеномы. Это часто возникает за счет потери кит либо кит-леганда. С одной стороны, и за счет изменения профиля метилирования соответствующих генов, и вот эти вот клетки эмбриональной карциномы имеют потенцию к последующей дифференцировке в любом направлении, и они определяют весь спектр возможных морфологических проявлений в герминальных опухолях, с которыми мы сталкиваемся. То есть она может дифференцироваться как в семеному, может дифференцироваться в тератому постпубертатного типа, которая злокачественная, в опухоль желточного мешка, либо хориокарцинома. Для эмбрионального рака это, в общем, логичное направление его развития и прогрессии, либо дифференцировки. Но тем не менее, если мы с вами посмотрим, есть и обратные стрелочки. В части из них стоит вопрос, но тем не менее существует теоретическая возможность того, что в том числе, скажем, зрелая тератома имеет в определенной степени потенцию к репрограммированию, обратному развитию, фактически дедифференцировки вплоть до эмбриональной карциномы, до вот этой вот плюрипатентной стадии, которая в дальнейшем может давать любые компоненты. И, возможно, вот эта вот пластичность и способность к обратной дифференцировке и определяет то, что мы можем столкнуться с морфологической презентацией опухоли в яичке одной, а, скажем, семеномы, а в метастазах забрюшенных лимфатических узлах мы можем иметь весь спектр герминально-клеточных опухолей, в том числе несеменомные компоненты различные и соответствующий уровень маркеров. То есть в этом отношении, возможно, это связано с этим, а с другой стороны, вероятно, в тех опухолях, которые имеют фенотип тератомы, так или иначе остаются какие-то стволовые клетки, условно, которые определяют возможность пролиферации, развития опухолей, которые имеют менее зрелый фенотип и более агрессивное течение. И более редкие типы, которые, в общем, мы чаще встречаем у женщин, у женщин мы реже встречаем вообще, в принципе, герминогенные опухоли, но, тем не менее, если мы будем говорить об эпидемиологии, опять же, это лица молодого возраста, второй, третий, десяток, и это опухоли четвертого типа, как правило, то есть это опухоли, которые представлены монодермальными тератомами, либо дермоидной кистой, либо опухолями, которые в этих монодермальных тератомах развиваются. И они имеют совершенно другой патогенез, чем опухоли второго типа. Это связано с тем, что они развиваются из уже фактически гометагонии, из дифференцированной клетки, которая является предшественником половой клетки и развиваются по механизму портеногенеза. Это, собственно, один из механизмов размножения бесполого фактически. И связано это с тем, что происходит ускользание вот этих вот клеток, которые, собственно, находятся в первичных фолликулах от ареста миоза. Они подвергаются делению и, собственно, могут дифференцироваться в зрелые опухоли, с одной стороны, дермоидные тератомы, а с другой стороны, могут фактически давать элементы соматические разные, в том числе злокачественные. Это касается, собственно, и карциноида, и других опухолей неректодермального типа, и, возможно, развитие соматических злокачественных новообразований в дермоидных кистах и меланом в том числе. И, кроме того, считается, что, по крайней мере, какая-то часть муцинозных опухолей яичника представляют собой именно дизгенетические новообразования. Если это опухоль доброкачественная, то, возможно, это просто монодермальная кистозная тератома энтодермального листка, то есть, которая является предшественником кишечной трубки, допустим, и имеет выстилку изопителия кишечного типа. Если же это злокачественная опухоль, то фактически это соматический тип злокачественности, который развивается вот в таких вот монодермальных, энтодермальных тератомах. И, как я уже говорила, есть одна опухоль, которая относится к четвёртому патогенетическому варианту опухолей герминально-клеточных, и это логично, потому что фактически это фертилизация пустого ацита, то есть, это оплодотворение двумя сперматозоидами с элиминацией ядра ацита. Это приводит к тому, что это, собственно, такой мужской фенотип, и развивается полный пузырный занос. Это опухоль, которая по действующей классификации опухоли женского полового тракта относится к трофобластическим опухолям гистационным, и, казалось бы, здесь тоже можно понять, это опухоль матки, это не опухоль, так сказать, ганат, но, тем не менее, по механизму, по патогенезу это действительно герминально-клеточная опухоль, которая фактически развивается из поздних дифференцированных клеток герминального ряда. Вот, собственно, такой имеется на сегодняшний день патогенетический подход к классификации, и он позволяет увязать между собой то, с чем мы сталкиваемся в разных локациях у взрослых пациентов, в первую очередь, но дальше мы с вами подробнее поговорим о морфологической презентации новообразований, в первую очередь, второго патогенетического варианта. Субтитры создавал DimaTorzok